Сейчас мы будем показывать мотоцикл. Давно только собирали, то есть долго то-то-то-сё. Часть видео я вроде снимал, оказывается вроде и не снял, не выключил этот самую камеру. Но сейчас мы волоким на улице, я покажу что это такое, о чём речь. Приехал на мухобойке к Александру Карпову, к Вячеславовичу. Сейчас тепло, ещё. Сейчас будем показывать то, о чём говорил. Давно всё это собиралось. Сейчас сами всё увидите. Ну вот, собственно, то, о чём я говорил. Вячеславович этот мотоцикл полностью реставрировал. Сколько ты времени потратил на всё? В районе двух лет. Ну тут я знаю, что с большими перекурами, потому что то-то-то-сё. То есть много чего делалось, за что ни возьмись. Он полностью реставрировал. В общем, буквально, я таких реставраций особо не видел. Таких тут буквально... Ну, мотоцикл просто выращен из того, что было. Он весь на документах, всё как положено. Делалось буквально всё, что можно, за что ни возьмись. Ну, вы сами всё видите. Тут, может, вдруг он что-то говорит, рассказывает, но тут сам мотоцикл за себя говорит. Тут буквально всё нализано. Я уже много раз говорил, я на такое неспособен. Это просто для меня это... Подвиг. Тут очень много, наверное, процентов на 95 настоящих, аутентичных запчастей Ява. Настоящих именно тех. Даже вот, ну, в том числе, повороты. Настоящие, правильные. Тут всякие вот эти вот... Ну, я не знаю, я невеликий знаток Яв. Видите, по поводу пробега, что есть? Ну, тут, вот видите, даже вот сейчас у меня Вячеслав уже говорит, что типа зеркала. А для меня, ну, я ещё раз говорю, невеликий знаток. Вилар-Экс. 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 Есть кое-что подмотано плёнкой, то есть плёнкой, чтобы не пачкать подножки. Потому что сейчас, видимо, мне на нём придётся прокатиться на этом аппарате. Я тут даже принял некое участие. Тут выставлял зажигание с помощью самого индикатора, с помощью лампочки. Он буквально работал, ну, всего-то там, я не знаю... Сань, сколько на него проехал? Двадцать километров. Всего-то. Поработал тут и... Поработал. Всё, тут буквально новый чехол. Видите, вот такой. Я принимал участие. Вместе ставили. Ну и тут... Даже не знаю, что ещё говорить. Тут всё вылизано-нализано. Ну, тут... Просто дичь. Дикая дичь. Всё, что нужно было перепокрыть... Забыл, как это называется? Покрытие. Что-то здесь, короче... Цинковкой. Да, цинковкой. Всё подделано. Рама покрыта порошком. Новые глушители. Всё это сверкает, блестит. Ну, то есть, иными словами, мотоцикл выходил, выезжал из магазина в состоянии, ну, едва ли лучше. А даже, скорее всего, и к нему не применяли таких пыток, таких извращённых по его доведению. Вот даже вот, ну, можете себе представить. Вот переднее колесо, да, и заднее тоже самое, разбиралось до спиц. Полировалось. Ну, по-моему, всё ясно и понятно. Видите, всё блестит, сверкает. Потом колёса собирались, спицы хромировались, покрывались. Не знаю, чем они, хром или цинк, не знаю. Вот. И в таком духе всё. Ну, вот по двигателю всё ясно и понятно. Крышки полированные. Поршневая. Алмет стоит, да? Алмет. Вот. Резина аутентичная, настоящая. Ну, буквально тут всё-всё-всё-всё. Видите, даже вот крышки новые заказывались. Которые ещё... Ну, и человек сам снимет, ему будет приятно. Вот. Опять слово паразит. Вот. И вот, буквально, вот, куда пальцем не ткни. Всё натерто, болзики все там, все вот идёт. Даже оси, оси, допустим, заднего колеса, там, что-то ещё какая-то оси. То есть, переднее, не знаю, всё это было снято. Покрытие и по новой оцинковано. Даже вот такие вот дела. Все эти. Тут ещё есть такие фетиши всякие. Ну, не буду я о ней говорить. Ну, ладно, сказал. Фетиш. Вот, допустим, вот такая штука вот. Я знаю, что за такие фетиши некоторые тут готовы разорвать. У ПС они свои, у ИШПС, а у Ява они свои. Вот такие вот. Рамка на аккумуляторе есть? Цветание. То есть, вот видите, как сделано сиденье. Вот. Ну, просто вот, всё нализано. И специально, чтобы не царапать краску, чтобы, ну, человек, если будет забирать протоцикл, для него делалось, я так понимаю. И вот всё, видите, чтобы не... Вот она. Вот фетиш самый главный, Явский. Для ценителей. Это вот реально, для ценителей. Это, ну... Те, кто знает, там объяснять не надо. То есть, как в поговорке, кто хипует, тот поймёт. И я тут уже что-то, не знаю, раскудактался, разговорился. При мне его завели. Ну, я, в принципе, съёмку вёл. Но я видео найти не могу, куда его. И, наверное, получилось так, что флешка, которая у меня была, я на неё поставил десятку в винду. Образ. И когда я делал образ, я забыл, что флешка форматируется. Ну, и я всё поснёс. То есть, был вообще первый запах. Прям был первый. Ещё даже цепи не было на двигателе. В смысле, на заднее колесо. Но завёл. Где-то не сброс. Вот. Вот такие дела. Ну и, короче, сейчас... Я думаю, на нём прокатиться, наверное, потихонечку. Вроде как подсохло. Тут дождя, тут достали, лили. Ну, короче, в этот мотоцикл вбухано. Времени, денег, терпения. Я бы так не смог, отвечаю. Я бы уже и катался бы, или просто бросил бы его. Ну что, Сань, давай тогда сейчас его... Заряжай, заводи. Сейчас колпак нагло надену и продолжим уже на мотоцикле. В принципе, показывать больше нечего. Заводи. Сразу говорю, что никаких гонок не будет. Пробег у мотоцикла всего 8 километров. Просто мы проемся, прокатимся на этом аппарате. Для многих это мечта. Там, туда-сюда. Иди сюда. Ну вот, та красота, о которой я говорил. Я вам даю длинный маяк, если вы мне видите. Это мечта многих пацанов из 90-х и раньше. Никогда не думал, что я когда-то буду тут на них накорячивать. Ездить там, мне будут такие мотоциклы подгонять на тест. Показать, чтобы... Ну, что тут говорить. Сейчас такие мотоциклы доходят по цене там 700-800. Дельта. Скутер. Точнее, мопед Дельта. Охренеть. Тоже красный. Ну, вот такая красота. Сейчас мы исполним. На зеркала ни хрена не вижу, да я их трогать не буду. Ладно, поехали. Сейчас я как на машине, сейчас нажму трогание с помощью полавтомата. Пришлось отъехать в другое место. Ну, сейчас трогаемся как на машине, без выжима сцепления. Вот эта машина ехала, мешала. То ли она нам, то ли мы им. Так, нажимаем. Включаем первую. Все, поехали. Одна беда, что тут зеркала смотрят, черт же куда. Я их не трогал. И трогать не собираюсь. У мотоцикла пробег всего 8 километров всего лишь. То есть, новая прошливая и что-то крутить, вертеть смысла нет. Я не имею права это делать, сами понимаете. Поэтому еду еле-еле. Ну, я мысленно, скажем так, примериваю себе то, что сейчас происходит. Экстраполирую на тот момент, если бы это было 30 лет назад. Как бы я кайфовал. Я и часто так прикайфовываю. Я уже говорю, что я невеликий знаток или любитель мотоциклов Ява. Они у меня были. Ездил на всем. Ну, что-то еще встало. Никто никуда не едет. Надо поедем в другую сторону. Назад. Сейчас туда-сюда несколько раз проедем. Полуавтомацию как положено. Кстати, вы, наверное, видите меня. Я тут вам свой початок показываю. Привычка выжимать сцепление в рычаг. Хотя это делать совершенно необязательно. Сейчас еще раз туда-сюда проеду. Покайфую. Можно вообще тут долго рассказывать про все эти Ява туда-сюда. Но, мужики, смысла, я думаю, что нет. Те, кто знает, они знают. А что-то объяснять тем, кто не понимает в этом. Ну, бессмысленно. Но они видят, что старый древний мотоцикл там времен. Очаковое поколение Крыма. Им, допустим, этот мотоцикл был бы вообще не интересен. Так стараемся не завязать грязь. Лучше так. Так как зеркала нет, ни хрена. Они смотрят в черте куда. Мы развернемся. Перед тем оглянулся. У Явы совершенным образом работает ее родная подвеска. Мне всегда это удивляло. После МПС у Явы подвеска вообще не работает. Ну, ура. Хотя маленькие хода подвесок вилка была более-менее. Четвертая передача. И вот эта вот интеллигентная работа подвески меня всегда просто вымораживала. Как так. Амортизаторы вроде смешные. Какие-то не настоящие. А работают. И то же самое с вилкой. Мы сейчас говорим о конкретном мотоцикле, который был установлен. Вообще. Ну, из полного аута. Ну, что. Он едет очень хорошо. То есть, когда Ява-Ява настоящая, она едет особым образом. Кто на них не ездил. Сложно передать работу двухтактного мотора. Кстати, вот опять сейчас я выжимаю сцепление руками. Ну, привычка в кровь елась. Моргалка светом. Видите, вот я нажимаю на моргалку света. А моргает лампочка. То есть, показывает дальний свет. Все дела тут работают. Все повороты. Ладно. Пацаны. Тут можно об этом тереть. Перетирать. Терки, говнотерки. Но. Мотоцикл собран хорошо. Если не сказать, отменно. Это очень высокого класса реставрация. На этом. Показывать больше и рассказывать нечего. Все про Ява все давно знают. Что и как. Что к чему и о чей. К попе яйца. Поэтому едем назад. Отдаем. Человеку, наверное, стоит волнуется. Он столько потратил времени. Я даже по мелочи к этому мотоциклу приложил руки. Смешные, конечно. Там мои руки были. Все же. Короче, ребята. На этом все. Тест на мотоцикле закончен. Или как пробная покатуха. Не могу выразить всю приятность мотоцикла. Но тут есть мелкие недочеты. Типа как. Недокрученные. Куда нужны зеркала. Немножко не по-моему стоит руль. А здесь такая особенность интересная у этого руля. У него крепления рычагов, выжима, сцепления и тормоза. Они приварены здесь. Их никак нельзя поправить. Только можно целиком руль. Допустим, если бы не руль, я бы на себя натянул бы. И все было бы хорошо. Но это никому не нужно. То есть, человек сам будет и себя настраивать. Я вам маяк, видите, даю. Меня видно, не видно. Ну что, кайфую. Изумительный мотоцикл. Это мечта пацанов из 80-х, 90-х и раньше. Ну что, сказать больше нечего. На этом все. Тест на мотоцикле закончен. Сейчас перейдем. Просто еще немножко походим вокруг мотоцикла с обычной камерой. И еще, может быть, пару слов скажем. Ну, еще пару слов для нашей стенгазеты. Ну что, прокатился. Кайфанул. Что тут скажешь. Ну, тут говори и говори. Ява есть ява. Ну, я могу сказать только одно. Что для теперешнего поколения эти ява, может быть, не особо много значат. Но для тех, кто из тех лет. Да и многие теперешние сели бы на такой мотоцикл и ездили бы. Если бы все это было доступно. Но не всякий себе может позволить. Они сейчас эти ява продаются. Их много на авито. Но цены разнятся просто. Как небо и земля. От такого количества денег небольшого до вот такого. До вот такой котлеты. Поэтому тут говори, не говори. А ява. Как была ява, так и осталась. Причем не важно. Что сороковая. Три четвертая. Ява 360. У них своя. Тема у яв. И про них можно говорить. Спорить, ломать копию. Нравится, не нравится. Спи, моя красавица. Вот такая красота. Ребят. На этом нам все. Хорош болтать. И так уже наговорил. Бочку алистантов. Как говорит мой один знакомый. Владимир Петрович Высоков. Он же круженный. Она вам говорит. Всем пока. Берегите себя. С вами были Придонки. С вами были Придонки. И я вот такая.